самые большие волны убийцы волны убийцы непредсказуемы появляются словно из ниоткуда и смертельно опасны огромные они вздымаются над поверхностью океана захлестывают а иногда и топит суда обрекая моряков на смерть все происходит мгновенно как правило не оставляя времени на спасительный маневр до недавнего времени волны убийцы считались мифом в который не верили даже многие опытные моряки многие из свидетелей становились жертвами огромной волны а те очевидцы которым посчастливилось выжить не могли представить никаких доказательств но 1 января 1995 года волна убийца была впервые зафиксирована приборами из разряда легенды это явление перешло в категорию объектов научного исследования существование волн убийц было окончательно признана наукой только в самом конце 20 века 1 января 1995 года приборы на опытной нефтедобывающей платформе дропнер с установленной на норвежском морском шельфе зафиксировали волну с 25,6 метра ее так и назвали новогодней волной или волной дропнера в это время в окрестностях платформы был шторм но размах других волн согласно показаниям приборов составлял 10 11 метров волна размахом в 25 метров повредила хотя и незначительно конструкции платформы дропнер с при строительстве считалось что такие критические для платформы события могут случиться один раз в 10 тысяч лет но волна убийца обрушилась на дропнер уже через год после открытия с этого момента стало понятно что волны убийцы не только реальны но и не столь уж редки они представляют угрозу и для судоходства и для нефтяных платформ и даже для низко летающих над морем вертолетов иначе говоря стало понятно что игнорировать это явление больше нельзя и с этого момента волнами убийцами занялись ученые в июле 1958 года у юго-восточного побережья аляски произошло мощное землетрясение магнитудой 8,3 балла это землетрясение вызвало огромный оползень который стал причиной появления гигантской волны цунами которая обрушилась на берег она считается самой большой морской волной из когда-либо зарегистрированных на планете оползень сошел в воду в заливе литуя на юго-востоке аляски ученые посчитали что высота возникшей волны в результате падения породы в воду составила 524 метра это выше чем знаменитое здание empire state building в нью-йорке в назаре очень высокие прибойные волны образуются из-за наличия подводного каньона каньон создает конструктивную интерференцию между прибывающими волнами зыби что делает волны намного больше португальский серфер антонио лауреана смог покорить волну высотой в 31 метр когда она появилась у побережья города на заре волны которые образовались в тот день были настолько большими что их мог сфотографировать даже спутник наса но рекорд португальского серфингиста не зарегистрировали так как не было на месте представителей мировой лиги серфинга